МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, повторим как-нибудь? Ведь я не знаю. Да, какая квартира? А, поняла. Ян! Ян, ты где? Ян, ты где? Яна! Ты? Как ты? Убила. Это не я. Ты убила. Я не убивала. Ах ты, тварь! Убийца! Убийца! Я поднимался домой и услышал крик тети Лиды. А потом от Гайворонских выбежала девушка. Что за девушка? Такая вся в черном. Готка. Видел ее раньше? Нет. Дальше? Дальше зашел в квартиру. Там тетя Лида с разбитой головой. Показывала ванную, а ванной Яну убитая. Убитая. Ты ее хорошо знал? Мы в одном классе учались. Полицию ты вызвал? Я. Ясно. Вы эту лесбиянку поймали? Ну, которая Яну убила. Я ввели в розыск. Вы ее знаете? Ну, конечно. Это же Ритка. Дедомовская подружка Яночки. Я удочерила Яну два года назад. Это же моя родная племянщика, понимаете? Господи, вы даже не представляете, что там творилось. Алкоголь, наркотики, девки уже с десяти лет на панели. Ну, а Ритка всеми этими мерзавцами верховодила. Вот они убили Яну, потому что вырвалась оттуда. Отомстили! Вы меня слушаете вообще? То есть, ваши дочки угрожали? Как Рита попала в квартиру? Как думаете? Ну, как? Ну, наверное, же у нее были эти отмычки. Ой, да эти уроды способны на все. Я понял, спасибо. Поймали вашу неформалку лесбия? Слава тебе, Господи. Ритка? Она не могла. Ну, не могла она, серьезно. Так, а ну, тихо! Вот вы, девушка, присядьте. И по порядку. Они с Риткой были лучшими подругами. Ну, даже скорее, как сестры. А два года назад объявилась ее тетка. Ну, это скорее сестра ее папы. И удочерила ее. Ну, Янка и пропала. Она удалилась сети, поменяла номер телефона. Она нам не звонила, не писала. А недавно она опять объявилась. Она написала Ритке письмо со своими фотками. И пригласила ее к себе домой. Ну, вот Ритка и поехала. Это что? Ну, мы тут нас собирали. Так, ребята, заберите. Жертва позвала ее в гости. С тортиком встречала. А она ее прямо в ванной и удушила. Мать пришла, так она и мать заодно. Убила. Ну, оглушила ударом по голове. Какая разница? Это чудо, что у нас не два трупа. Ладно. А мотив? Зависть, Анечка. Ей обидно, что и не такая судьба попалась, как этой девчонке. Григорий Анатольевич, а могу я поговорить с Ритой? Ну, в виде исключения. Встретиться, побеседовать. Вы знаете, а мне тут Петрович сообщил, что ребята из интерната уже связались с организацией по защите прав детей. Ну, внимание блогеров и репортеров вам, конечно, уже обеспечено. Ну, ладно. Ты любого достанешь. Яна занималась проституцией? Да. Воспиталки еще нашептали ее тетке, что у нее есть приводы в полиции по поводу проституции. Тогда, прикиньте, удочерила ее. Разве это плохо? А почему же она раньше не забрала ее с интерната? Эта овца еще запретила Янке со мной общаться. Да, я знаю. Мне известно, что в этот день ты шла к Яне в гости. Что произошло? Я подошла к двери. Дверь была приоткрыта. После чего я позвала Яну. Яна! Я увидела свет в ванной комнате. Пошла туда. Когда я открыла дверь, я увидела тапочки, розовые такие. И весь пол был в воде. После чего я оглянулась и увидела ее в ванной. У нее еще вот такой след на шее был от веревки. А Лида, почему она тебя обвиняет? Она сказала, что я убийца. И я сбежала. Ясно. Воспиталки еще нашептали ее тетке, что у нее есть приводы в полиции по поводу проституции. Тогда, прикиньте, удочерила ее. Ох и страшная какая. Такую в темном месте встретишь, сам в петлю полезешь. Вы знаете, если бы Рита хотела убить, она бы сделала все, чтобы на нее никто не подумал. Ну и криминологические методы. Она была со мной совершенно открытой, не пыталась понравиться. Положила руки на стол, прямо смотрела в глаза. Главное, что мы узнали со слов Риты, это то, что Яна занималась проституцией. А Лидка с утенешем. И клиенты у них, педофилы. Ну, это только предположение. Займусь-ка я самым сложным. Попрошу главных свидетелей после полиции. А я поговорю с Лидой. Если тянешь, это мое. Ты только не спугни ее. Хорошо, я буду сама интеллигентность. Лидия, здравствуйте. Здрасте. Вы кто? Я представляю детективное агентство. Вы? Детективное агентство? А у вас есть сомнения? Что вам надо? Мы расследуем убийство в вашей приемной дочери. И у нас возникло пару вопросов к вам. Нет, я уже все рассказала в полиции. Что за агентство вообще такое? А-а-а. У вас Ритка прислала. Ну и нашла агентство. Что вас не устраивает? Да все меня не устраивает. Лидия, подойди. Не подходите, я сейчас полицию вызову. А вы знали, что Яна была элитной проституткой? Нет? Это Лидка ее погубила. Да. С этого момента поподробнее можно? Конечно. Если приезжали к нашему дому какие-то дорогие машины, все жильцы знали, что это к Яночке. К ней только богатенькие ездили. А кто это у вас снимает? А это? Это сыночек мой, Димочка. Очень талантливый мальчик. Он фильмы снимает. Ну, пробует. Он даже один отправил на фестиваль. Очень горжусь своим сыном. Мам! Что? Что, миленький? Что мы, дорогие? Димочка даже сказал, что если фильм победит на фестивале, то можно поехать за границу. Только, правда, деньги нужны. Очень крупная сумма. Дима, погоди, погоди. Я знаю, это ты нашел Яну. Расскажи, знакома? Мы почти не общались. Привет, пока и все. Дима очень талантлив. Я очень хочу, чтобы у него все получилось. Я ради этого на все готова. Я даже к Литке бегала. Деньги у нее просила. А она не дала. Еще и посмеялась. Говорит, кто? Димка, режиссер. А ведь денег у нее много. На Девкина своей заработала. Ну, понятно. Ну, она тоже. Дальше. Назв cherry, ложь. ЛИРИЧЕСКИ presssack. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ну, за Лидой все-таки надо проследить. Бандюка помнишь? Который, типа, дает активное агентство. Ну, который про Янку расспрашивал. А? Этого? Ну, помню. Господи. Как был всего, так всего и осталось. Не нравится он мне. Напарник его. Сейчас толпа соседей, мерк спрашивал, все пробили. Таки, что теперь делать? Что теперь делать? Нельзя нам видеться с тобой теперь. Заляжем на дно? Ну, дурак. Что, снова обкурился? Идиот. Пойду я сидеть. Уйдешь через пять минут. О, парень, а нету прикурить? Вот, сигареты. Есть, а... Я говорю, стоять! Стоять! Зачем Яну порешил? Какую Яну? С которой ты кувыркался, а потом завалил. Да я Янку пальцем не... Ну, в смысле, короче, ты откуда знаешь? Слушай, мы расследуем убийство Яны Гайваронской. У нас есть видео о вашей интимной связи с убитой. Какое видео? А вот это. Вот Янка, сучка, она запись поставила. Как и зачем убил Яну? Да я ее не убивал. Ну, трахнул, да. Не верю. Только ты был в квартире. Только у тебя был ключ. Следов взлома нет. А нафига мне ее было убивать? Нафига? Мне на ней такие бабки. А мы, это ты и твоя сутенерша Лида? Ну, да. Вы для этого с Лидой Яной из интерната забрали? Ну, а шо? Яна там обслуживала каких-то обсосов за сигареты и хавку. А девка ж красивая. Ну, и Лидка и подбирала клиентов посолить. А Яна, значит, снимала домашнее видео, да? А зачем? Извращенцы. Шантаж? Угу. Ну, и как? Успешно? Так это как. Слушайте, а можно что-то попить, а то сушит? Ну, а ты каким боком к Яне? За спиной мамаши крутили романы. Да ты видел, как она жарится? Если бы возле тебя такая секс-бомба ходила, это же удержаться невозможно. Да я, я на нее так долго деньги копил. Она же мне, сучка, втридорого загадала. Так, слушай. Нам нужно видео, в котором вы с Лидой шантажировали своих клиентов. Вот это видео. Сейчас отправляю мусорам. А там и дата, и время твоего траха с Яной. Да у тебя нет выбора. Ты теперь в шкуре своих же клиентов. Только шантажируем теперь тебя мы. Блин, да я понял. Ну, только видео, оно у Лидки в сейфе. А сейф где? А сейф дома. Только я кода не знаю. Ну, ты иди, Витя. Иди. Только о нашем разговоре Лида знать ничего не должна. Понял? Хорошо. И не надо пропадать. Найдем. Давай. Ах. Что ж такое? Помогите! Господи, боже мой. Что случилось? Не поняла. Что такое? Что случилось-то? Что не понимаю? Где же она? Нашка. Высчастливая, суки. Что ты обалдела? Так все, малыш, все. Я больше не могу. Так все. О, блин. Нет, ты меня сегодня, малыш, удивил. А ты меня удивишь? Давайте я дам визиточку. Позвонишь через недельку. Папочка что-нибудь придумает. Говорил, понадобишься. Узнаете его? Так это же авторитет. Толик Крученый, он весь город держит. Не вы, не пурги. Нет такого. Он Лиду чуть не убил. Янка его на видео сняла, а Лида начала шантажировать. Договорилась о встрече с ним. Ну, а я через час должен был приехать. Я приезжаю, а Лидка сидит в себя в соплях, в слезах перепуганной, заикается. Этот Крученый, он подъехал на джипе, на хаммере с пулеметом. И Лиде в руку гранату без чекису. Молодец. Только если я не знаю таких Крученых, значит их не существует. Так значит не знаешь такого. Когда это произошло? Ну, где-то за неделю до убийства. После этого Лида еще кого-нибудь шантажировала? Ага. Ей Крученый всю охоту шантажировать отбил. Ну, а потом и Янку завалили. Скажите, а то, что я вам сейчас помогаю, оно как-то мне зачтется, да? Похоронят с почестями. Ты не дави на мораль. Опасно. Лорд прав. Ваш авторитет – авторитет в кино. Я же говорил. А где ты его нашла? Профессиональная память на лица. Это лицо довольно часто мелькает в советских хрониках. Нехило. 58-летний кинорежиссер. Развелся с 20-летней женой. И готов к новым отношениям. И что сел у них там? Да, ламурчик. Шестой брат. Так, а я не понял, а что все это? Так, давай, давай, давай. Все, свободен. Свободен. Только не вдумай куда-то лахнуть. Найду. Давай. А что такое лахнуть? Ну, сдрыснуть, убежать, скрыться. Ну, алиби Гольдберга. В любом случае, проверять надо авторитет, но не авторитет. О, всю жизнь мечтал побыть в мире кино. Ну и заодно проверю алиби. Ребята, ну, ё-моё! Работать будем или нет? В конце концов, съемка, где актер? Где актер Кристина? Марк Данилович, актер опаздывает. Ну, что мы можем сделать? Куда? Кто опаздывает? Где? Вот, вот, смотри, морда какая. Давай, давай в кадр, блин, быстро. Так, снимитесь в эпизоде. Какой эпизоде? Учите текст. Давай, 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 давай. Давай. Что там? Ого. Гони бабки или станешь кормом для рыб. И что, прям так и сказать? Ну, да. Ну, давай. Давай. Художники, пистолет. Так. Приготовились. Пистолетик направили. Мотор. Хлопушка. 14-3-1. Поехали! Гони бабки, а то пойдешь кормом для рыб. Все. Стоп. Браво, молодцы. Ай, мордяка хорошая. Бандит вылитый. Завтра, короче, мы снимаем на яхте. Для тебя есть классный эпизод. Короче, приходи. Посмотри. А можно я возьму с собой знакомую? Хорошая, симпатичная, да? Да у меня, в принципе, есть ее фотография. Ну, давай, 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 показывай. Девочку свою, что там? А вот. Что случилось? Слышишь ты, тебе кто это, сутенерша долбанная прислала? Охрана! О, тише, тише, руки. Так, передайте сутенершу, пусть это видео свое засунет, знаешь, куда. Нет, не засунет. Пусть она выставит. Это мне добавит только рекламы. Видео вы и несовершеннолетняя девушка. Вас это не смущает, нет? Опа-на! Ребята, еще один шантажист. Я не понял. Яна убита. Можем поговорить? Ну, давайте пройдем. Познакомился я очень просто. Мне, короче, ну, позвонил там один корешок, дал телефончик крутой телке. Говорит, телочка, пальчики оближешь. Вот, ну, понимаете, я с женой в разводе. Мне же нужно снять стресс, понимаете? Ну, как для мужика, ну, поймите. Вот, короче, я замутил. Ну, по стилю она была. Дальше что? Ну, что дальше, дальше? Ну, дальше. А дальше пришла эта, как ее, сутенерша, блин, долбаная вот эта. И она потребовала, знаете, что она потребовала? Она потребовала у меня 50 штук. Ребята, 50 штук! За что? У кого? У меня? И вы ее решили проучить? Конечно. Еду я на хамере, ребята, с пулеметом вот таким огромным. Ну, у меня этого бутафорского дерьма, ёд. Ну, я же снимаю фильм, я режиссер. И яблочко ей в руку. Да, конечно. Вот именно, что я... Подождите, что такое яблочко? Гранат. А, да вот именно, что гранату в руку. Я ей... Она, конечно, там... Ну, блин, она описалась, ребята, извините. Все, сказала больше, она меня тревожить не будет. Все. Правильно, с такими таки надо. На видео Яна просила вас о каком-то одолжении. О чем это она? Я возглавляю пять лет фестиваль короткого метра. Понимаете, и она попросила, чтобы я включил в фестивальную программу фильм ее там какого-то дружка. Включили? Да, включила. Что осталось? Ну, я не мог Яночке отказать. Она же девочка такая в постельке. Нафиг, говно, блин. Самое натуральное. Агняный фильм. Все. Что вам сказать? Фамилию парня помните? Нет, вот фамилии, имени я не помню. Я вот честно. Ну что, в общем, у Гольдберга мотива убивать у него не было. Мать Димы говорила, что он снимает какие-то короткие фильмы. Кстати, на фестиваль послал что-то. Мне тут Головко прислал переписку Яны и Диму по телефону. Я не могу на... А вот они. А вот эти самоски. Вот Дима писал. Янка, я бы всех их убил. Димка, потерпи, еще один жат с рублей дернем. Я как подумала, что ты там с кем-то из этих мужиков. Димка, не надо. Я убью тебя, чтобы ты была только моей. Я за себя не ручаюсь. Шутишь? Нет, не шучу. Боюсь, что меня сорвет крышу. О, их прорвало. Прям как по Шекспиру. Да, видимо, Яна хотела все-таки закончить конституцию и уехать от Лиды вместе с Димой. Во! А Лидка ее не отпустила. И замочила. А может, Дима сорвался. Увидел Виктора с Яны и не выдержал. Судя по переписке, он был на грани. Ну, в общем так, я к Диме. А ты, Володя, найди Лиду. Только не надо входить в контакт с ней. А я что, входим, больно надо. А знаете, от Димы его нет сейчас. Он в поход ушел с друзьями. А куда он ушел? Не знаю, я не сильно в географии. Он, как правило, телефон берет, но обычно там связь не ловит. А вы знали, что Яна и Дима встречались? Встречались? Да что вы такое говорите, Господь с вами? Что, Димочка, он никогда, чтобы он с такой, как Яна, он творческий человек, он фильмами своими занят. Он там деньги все время ищет, нам деньги нужны. Вы не знали? Вы не знали, правда? Да? Знаете что? Мне не нравится наш разговор. Вы пришли бесцеремонно. Вы тут несете всякую чушь. У меня голова разболелась этого все. Идите с миром. До свидания. Лида, Лидуся, меня похитили. Опа, привет, Рэм. Отстойте. Стоять, я сказал. Хотят 50 тысяч баксов. Иначе убьют. К местам не ходи, иначе тоже убьют. Ох, эпизодик. Стоять. Ох, а ты что, как в кино? Значит так, красавица, сейчас поедешь со мной. Ага, сейчас же. На, хрен не возьмешь, понял? Так что, круче нам передать так? Давай, дуй за мной, пока Хаммер не приехал. Шантажистка, блин. Я? Шантажировала? Ты здесь целку из себя не строй. Это я выкрал. Выкрал. Не выкрал. Ну. А конфисковал на время следствия? Конфисковал на время следствия твою флешечку из сумочки. А автор хоум-видео домашнего, да? Твоя племянница Яна. Давай, колись. Зачем убила Яну? Я Яну не убивала. Мокруху на меня не вешай. Ну, клиентов Яны шантажировали? Промолчу, здоровее буду. Ну, а шо вы еще там нарыли? Спасатель. Лида, вы знали, что Яна встречается с Димой? Что? Яна с этим Веркиным чмошником? Да у него б денег на такую, как Яночка, не хватило. Ну, так вот он и восполняет пробелы в деньгах. Выкрал Виктора. Угу, только у него ошибочка вышла. Зовите купить 50 штук. Не смешите меня. Очень дорого. Кому он нужен в зело тупое? Ну, тупое не тупое. А с Яной переспал. Что? Вот пригрела. Обдолбанного. Ну, теперь я его сама порешу. Вы же только его спасите теперь для меня. Спасатели. Лида, спасибо. У нас больше к вам нет вопросов. Ну, пока. Нет. Не вздумай, куда ты лахнуть. Найду, а я покруче буду, чем крученый. Пожалеешь. Все? Да-да. Может, зря мы ее отпустили? Вот такая, как она, спокойно могла Яну убить. Могла, но она слишком умна и манипулятивна, чтобы вешать на себя убийство, да еще без залива. А может, это Виктор решил сострить следы бабки? Нет, лорд. Он реально напуган, и это реальное похищение. Ищем Диму. Предлагаю воспользоваться нашим режиссером. Гламор. Алло. Димочка, привет. Сколько лет, сколько зим. Да, узнал? Гольберг. Ха-ха-ха. Слушай, Дима. Короче, тебе повезло. Да, твоя картина попала в фестивальную двадцатку. Ну, короче, бери-ка документики и дуй ко мне. Все, покеда, давай, 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 по-быренькому. Ну, все. Так он же в походе. Ребяточки, это Димочка. Через пять минут пулей будет вот здесь. Это же деньги, это слава. Все, он сейчас приползет. Ждем, ждем. Можно? Хоть конфеточку, раз виски нельзя. Лида, Лидуся, меня вкуснители хотят. Ну, смотри, свет никудышный. Актер что, переигрывает. Композиция что, хромает. Мы там не хотим, иначе тоже убьют. А режиссура? Лидуся, я не хочу умирать. Ну, бездарная же режиссура. Ну, фильм, ну, говно фильм, говно. Ну, это Виктор. Что происходит вообще? Ты нам зайчика здесь не корч. Мы в курсе, что это ты убил, Ян. Вы рехнулись? Да сядь! Так, мне это все не нравится. Извините, я ухожу. Погодите, погодите. Погодите. Марган, Данилович. Ребята, я, наверное, вас покину. Вы тут пообщайтесь. Твои смс-переписки с Яной? Ты грозился убить ее? Я просто писал. Я любил Яну. Больше жизни. Да как вы вообще могли подумать, что я ее убил? Ну, скажем, мотив у тебя был довольно-таки серьезный. Можно еще раз посмотреть видео? Иначе убьют. К ментам не ходи. Иначе тоже убьют. Ледоса, я не хочу умирать. Что с тобой? Ничего. Ну, иди домой, Дима, иди. Спасибо. Ты что, его выпустил? Он узнал это место. И сам нас туда приведет. Мам! Ты что? Ты что делаешь? Тихо, тихо, тихо. Смотри, девочка. Все для тебя. Смотри! Смотри, Дима! Это для твоего будущего. Похоже, стульчик, на котором Витя сидел. Узнаешь узорчик? Воняет чем-то так. Да на керосином, что ли? Да я бы с ума сошел. Да я бы скончалась на месте, если бы ты с этой шлюхой сошелся. Отпусти его быстро. Нет, нет, Дима. Нет. Тогда я сам его отвяжу. Нет, Дима, не подходи! Нет, Дима. Слышишь? Нет, не подходи! Что это? Не подходи! Крик на улице. Погнали. Я тебя ненавижу! Не подходите! Не подходите! Вера Петровна, я вас очень прошу, не надо. У меня другого выбора нет. Я вас прошу, не нужно этого делать, Вера Петровна! Мам! Не надо, не надо, Вера Петровна,я в тюрьму не хочу. Вы подумайте, Вера Петровна, не нужно! Я очень вас умоляю! Я вас начищу всех, смотри! Вот мы вместе всех сгорим. Это не нужно, Вера Петровна, пожалуйста! Я прошу вас! Да, да? На своём месте, смотри! Мама, не надо! Не надо, мама! Ну! Ну, ещё надо! Давай, 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 давай! Вера Петровна! Просили же! Вот так! Едите! Алло! Лидосик? Я только что чуть не умер. Ты приедешь за мной, да? То есть пошёл нафиг! Лида! Вы признаёте, что убили Яну Гайворонскую? Да, признаю. Назовите причину. А я бы не потерпела, чтобы мой сын жил с какой-то шлюхой. И не для того его воспитывала на хороших книгах. Его отец перевернулся в гробу. Если бы узнал, что сын якшается с проституткой с какой-то. Расскажите, как всё случилось? Лидка уехала утром. Дима мой ушёл на курсы. А к Янке Виктор пришёл. Я в глазок видела. Я дождалась, пока он ушёл. Дверь осталась открытой. И вот тут я поняла. Мой час настал. Я вошла. Янка мылась. Она смывала следы своего прелюбодеяния. Я затянула ей шнурок на шее. И задушила. Она почти не мучилась. Диск вы мне подложили? У Янки в комнате, где весь этот срам происходил, камера валялась. Оказывается, она сношение с Виктором на камеру записывала. Вы понимаете, с кем связался мой сын? Она же извращенка была. А Лида? Просто не вовремя вошла. Пришлось её стукнуть статуэткой. А-а-а! Вы говорила же! Я когда уходила, оставила дверь открытой. И очень хорошо, что зашла Янкина подружка первой, а не мой Димочка. А Виктора вы зачем выкрали? Вы думали, что Лида действительно за него заплатит? Деньги тут ни при чём. Я хотела уничтожить всю эту семью разврата вместе с Лидкой. Вместе с её деньгами. А Виктора похитила, потому что так во всех фильмах делают. И шантажируют. Ну а что ж тогда Виктора выкрали, а не Лиду? Лидку сложно, она умная. А Виктор тупой. Его легко. Виктор! Виктор! Помогите, пожалуйста, помогите! Он погибнет! Пожалуйста, Виктор! Да что случилось? Димочка, Димочка, мой сыночек. Он поехал к маме в дом. Там старый дом, он уже под снос. И Дима провалился в подвал, понимаете? Ну поедемте. У меня инструменты есть. Верёвка, лестница есть. Пожалуйста, вы же на машине. Ну помогите мне. Ну ладно, поехали. Покажите. Поедемте. Он и в подвал сам залез. Я ж говорю, тупой. Уведите подозреваемого. Я до самого последнего думал, что она нормальная. Да, люди с психическими расстройствами склонны актёрствовать. Я сама не сразу заверскую силу. Ну ничего, она пойдёт по полной. Да, к сожалению, на Лиду не удалось собрать материалы. А флешка? Это же свидетели. Могли дать показания. Эти свидетели показаний не дали бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова